Встречи министров и о последствиях событий, происходящих в Израиле, расскажет специальный корреспондент CBC Эльмир Мусазаде. Здравствуйте, коллеги. Мы сейчас находимся в Иерусалиме. Пару минут назад здесь закончилась совместная пресс-конференция министров иностранных дел Азербайджана и Израиля. Само по себе это событие является историческим. В прошлый раз министр иностранных дел Азербайджана посетил с визитом Израиль практически 10 лет назад. И несмотря на то, что двусторонние связи развивались и достаточно динамично по различным направлениям, политической, экономической, гуманитарной, культурной сферах, то все равно таких взаимных визитов мы наблюдали не так часто. И открытие посольства, именно к нему приурочен визит министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова. Посольство Азербайджана в Израиле является таким историческим моментом, о чем, к слову говоря, говорили как раз и на совместной пресс-конференции. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн отметил тот беспрецедентный уровень сотрудничества, который в последние годы сложился между Азербайджаном и Израилем, отметил, что действительно потенциал для развития такого сотрудничества, он большой. И две страны принимают все необходимые меры для того, чтобы увеличивать, наращивать такое сотрудничество и динамику двусторонних отношений. Но вот в том числе, безусловно, на повестке актуальным остается вопрос обеспечения безопасности в регионе. Об этом, к слову говоря, также в ходе своего выступления сказал и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, который отметил, что действительно мир и стабильность в регионе являются приоритетным направлением для Азербайджана. И мы видим действительно, что в последние годы в связи с непростой геополитической ситуацией этот вопрос стал актуальным не только для Азербайджана, но и для всего мира. И здесь вот нужно отметить, что Азербайджан как раз в последние годы это та страна, которая проводит различные форумы, конференции, симпозиумы на различном уровне, включая действующих и бывших глав государств и правительств, которые как раз-таки обсуждают вопросы не только региональной, но и в целом глобальной безопасности. И тут в этом контексте можно сказать о том, что Азербайджан стал таким очень важным региональным игроком, той страной, которая сегодня определяет во многом повестку и те вопросы, которые действительно беспокоят все человечество. Несомненно, стороны говорили в том числе и об экономических отношениях. Также было отмечено, что торговый оборот между двумя странами в прошлом году существенно вырос по сравнению с предыдущим. Но здесь нужно отметить, что действительно пандемия коронавируса сыграла достаточно деструктивную роль в экономике всего мира в целом. Но отношения Азербайджана и Израиля традиционно находятся на высоком уровне, в том числе в том, что касается экономики. И здесь нужно сказать в том числе и про энергетическую безопасность. Азербайджан поставляет нефть Израилю. И вот наша съемочная группа тоже до этого разговаривала с официальными лицами этой страны. И они заявляют о том, что это сотрудничество будет продолжаться. И для Израиля оно является очень важным и приоритетным. Помимо этого, безусловно, важную роль в таких двусторонних отношениях играет и прямое авиасообщение между странами, что, безусловно, может привести к росту туристов и туризма в целом между Азербайджаном и Израилем. И в этом направлении также предпринимают существенные меры. В последние годы все больше туристов из Израиля посещают Азербайджан. И вот в Израиле действует туристическое представительство Азербайджана, которое довольно успешно осуществляет свою деятельность. И с каждым годом все больше людей выбирают именно Азербайджан в качестве вот такого места, где они могли бы отдохнуть, но и в том числе, к слову говоря, поработать. Ведь для израильских компаний Азербайджан является хорошим местом в том, что касается инвестиций. И об этом говорили в том числе и до нынешней встречи. Как я уже отметила, действительно, в последние годы связи между Азербайджаном и Израилем наращиваются. И существует даже совместная комиссия по экономическим вопросам, которая как раз рассматривает основные вопросы взаимодействия в экономической, в бизнес-сфере. И все больше инвесторов из Израиля выбирают в качестве такого места для финансового вложения именно Азербайджан. В связи с этим на довольно высоком уровне обсуждаются в том числе и возможные льготы, которые будут предоставляться инвесторам. И в этом контексте, безусловно, это позволяет говорить о том, что посольство Азербайджана в Израиле сыграет в том числе и позитивную роль в том, что касается наращивания такого бизнес-партнерства. Здесь нужно в том числе отметить, что в оборонной сфере у Азербайджана и Израиля достаточно высокие контакты. Традиционно эта сфера остается такой неразглашаемой. Это можно понять. Действительно, это вопросы военной тайны и государственной безопасности. И вот есть очень хорошее выражение, которое характеризует, наверное, такие вот связи между Азербайджаном и Израилем. Традиционно принято говорить, что то, что мы видим на данный момент, даже тот довольно высокий и динамичный уровень партнерства между двумя странами, это лишь верхушка айсберга. На самом деле стороны сотрудничают по довольно широкому кругу вопросов. Ну и в том числе на входе пресс-конференции говорилось о том, что планируется увеличивать обмен студентами. И, безусловно, я уверена, что посольство также сыграет в этом определенную позитивную роль. Сегодня у Джейхуна Байрамова, министра иностранных дел Азербайджана, запланированы также встречи с официальными лицами Израиля. Скорее всего, будет встреча с премьер-министром Бениамином Нетаньяху, а также ожидается встреча с министром обороны. Эти встречи будут проходить в течение дня. Наша съемочная группа будет отслеживать ход визита министра иностранных дел Азербайджана в Израиль. Спасибо, Эльмира. На прямой связи со студией была наша специальная корреспондент Эльмира Мусазаде из Израиля. Продолжение следует...